В имя Отца и Сына и Святаго Духа По традиции в преддверии Нового Года мы совершаем молебен, и мы благодарим Господа за год минувший и простираем к Нему свои молитвы и свою надежду на то, что грядущий год станет годом Его благости. Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Благость Божия заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить о более крупном масштабе, чтобы из рода человеческого, из человеческого общежития не исчезала любовь, не исчезала милосердие, чтобы люди сохраняли вот эти важнейшие измерения, характеризующие человека, как совершенно особое существо, созданное по образу Божию. Что касается человека, то все, что нас сегодня окружает, имеет в себе определенный опасный потенциал. Много доброго, хорошего, правильного, но одновременно развитие техники, технологии, повышение человеческого комфорта нередко расслабляет человека, делает его менее способным преодолевать жизненные трудности и проходить через испытания. И мы знаем, как многие люди не выдерживают трудности испытаний. Нужно ясно понимать, что полнота человеческой жизни или то, что мы называем человеческим счастьем, в первую очередь, это Божий дар. И Божий дар мы обретаем в ответ на свою веру, конечно, но в основном в ответ на свои добрые дела. Не может быть счастливым по-настоящему человек, который живет только для себя. Внешне он может казаться очень счастливым, благополучным, богатым, но никогда по-настоящему этот человек не будет счастлив. Потому что такой образ жизни, который не предполагает совершение добра, добрых дел, не может привести человека к счастью. Накануне Нового года мы, конечно, молимся о том, чтобы этот Новый год был счастливым. И вот тут-то как раз и нужно подумать о том, что для того, чтобы он был счастливым, мы должны трудиться. И в первую очередь, поскольку мы с вами в Храме Божьем и сейчас будем возносить свои молитвы ко Господу, то нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, общественную и государственную жизнь. Если каждый из нас будет руководствоваться вот этим пониманием доброго дела, если каждый будет понимать, что без добрых дел и вера мертва, да и спасение невозможно, тогда действительно мы станем способными и умелыми в совершении добрых дел, способных изменить жизнь к лучшему. Грядущий год, мы надеемся и будем сейчас об этом молиться, должен быть годом мира, потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни. И дай Бог, чтобы ни на нашей земле, ни около нашей земли, и вообще, чтобы в мире затухли конфликты, междоусобные брани различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что мир на планете в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко. Церковь всегда молится о мире, о мире всего мира, о благостоянии святых божьих церквей, это часть нашего воздыхания ко Господу. Но особенно давайте помолимся в эту предновогоднюю ночь, чтобы Господь миром благословил жизнь нашего народа, нашей страны и, конечно, всей Святой Руси и всего рода человеческого. У каждого есть, конечно, и своя молитва о своей семье, о своих родных, близких, о своих коллегах по работе, и о них помолимся. Важно, чтобы вокруг каждого из нас был мир и духовное благополучие. Для того, чтобы было так, каждый из нас должен трудиться, а в эту предновогоднюю ночь вознести особые о том молитвы ко Господу. И дай Бог, чтобы грядущий год стал годом благости Божией, чтобы укреплялась вера в сердцах людей, чтобы эта вера сопровождалась совершением реальных добрых дел, чтобы зло силой добра исторгалось из общественных и личных отношений людей. Мир стал таким хрупким, что нельзя жонглировать злом, нельзя со злом шутить. Это действительно опасно. Как для жизни человека, так опасно для наших семей, для детей, внуков и для всего рода человеческого. И будем надеяться, что Господь ответит на наши молитвы и дарует нам мир в наших сердцах, в наших семьях, между родными и близкими, между странами и народами. И особенно, конечно, я буду молиться о том, чтобы мир был на просторах исторической Руси, той самой земли, которая входит в духовную орбиту Русской Православной Церкви. Пусть Господь благословит всех нас и дарует нам надежду и упование на то, что Его силой и нашими смиренными трудами и дальше будет развиваться все доброе и надеемся умоляться злое. И вот это развитие человеческой личности и человеческого общества, которое сопровождается укреплением добра и умолением зла, и есть залог всеобщего благополучия и человеческого счастья. И да услышит Господь наши молитвы, вознесенные в канун нового 2022 года. годы. Субтитры создавал DimaTorzok